Надеюсь, тебе понравился предыдущий урок, в котором ты изучил инструмент перо и получил массу удовольствия. В нашем следующем 17 уроке, который назван «Углы, градусы, повороты, вращение, траектория» с такими, возможно, новыми для тебя терминами, мы начнем тоже с творческого проекта, который называется «Игра-пилот-художник». И на практике кое-что изучим из того, что перечислено в названии урока, и создадим тоже такой художественный проект. А потом в следующей части разберемся с терминами. Итак, игра «Пилот-художник». Переходим в Scratch, изучаем проект и реализуем. Студия юный разработчик игр. Проект «Пилот-художник» вот здесь под номером 9 тоже размещен. И давай мы его сразу откроем. Ссылку на него я тоже дам под видеоуроком. Прочитаем инструкцию. Нам необходимо использовать клавиши «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» для того, чтобы управлять самолетом. Мы можем включать-выключать рисование, нажимая на клавишу «Пробел». Ну и читать комментарии в коде для того, чтобы создавать такие игры, чтобы научиться. И тоже этот проект создан на основе материалов книги «Программирование для детей». Там немного по-другому это сделано. Но я обязана сослаться на авторов. Это не я придумала этот проект, я его реализовала просто по-своему. Итак, запускаем. Летит наш самолет. Причем он летит сам, я не нажимаю пока на клавиши, но когда я нажимаю на клавиши «Вверх» или «Вниз», он начинает поворачивать в разные стороны. Я нажму сейчас на «Пробел» и вижу, что наш самолет начал что-то рисовать. Вот я могу его поворачивать вверх-вниз, вот даже такие вещи рисовать. Вот так. Если нажму опять «Пробел», он перестает рисовать. Ну и так далее. Опять нажала «Пробел», он опять рисует. Сейчас я его не поворачиваю, вот сейчас постепенно я нажимаю стрелочки вверх или вниз, и он поворачивает. Ты сможешь тоже поиграть с этим проектом. Ссылку я тебе дам. Ну а наша задача – его реализовать. Давай так и поступим. До этого мы заглянем в код и видим, что здесь у нас есть спрайт «Самолет». Этот спрайт нарисован даже не очень аккуратно, как ты видишь. Вот здесь остались такие белые пятна, я не совсем хорошо затерла. Но я тебе покажу, откуда я взяла такой самолетик и как я его сделала. Для того, чтобы найти картинку самолетика, я ввела в поисковой системе запрос «Раскраска самолет». Это поисковая система Яндекс. Нужно войти в яндекс.бай, ввести «Раскраска самолет» и выбрать раздел «Картинки». Сейчас поищем, какой мы самолетик будем использовать. К сожалению, ту картинку я не смогла найти, которая у меня в проекте. Но вот этот вполне, по-моему, подходит для нашего проекта. Давай ее выберем. Нажимаем правую кнопку мыши «Сохранить картинку». И сохраняем ее на рабочий стол, нашу рабочую папку. Можно изменить имя файла. Но оставить обязательно расширение, потому что это нам необходимый тип файла. «Сохраняем». Переходим в «Скретч». Открываем, загружаем спрайт из файла. Здесь моя папка уже открывается. Вот мой самолет. Вот эта картинка. Он достаточно большой. Но здесь его хорошо видно. Открываем сразу костюмы. И остаемся в растровом режиме. Не надо здесь переключаться в векторную графику. Но нам необходим ластик. Мы выбираем максимальный размер. И вот это все лишнее мы уберем. Потому что иначе наш самолет будет с собой закрывать все, что нарисовал. Сначала делаем такую грубую подтирку. А потом чуть мельче можно взять, сделать ластик. И сделать немножко более аккуратно, ближе к контуру подтереть. Мы закрепляем с тобой инструменты рисования. И я напоминаю, что когда мы берем какие-то картинки из интернет, надо еще смотреть авторские права. Если вдруг написано, что эту картинку нельзя использовать. Я прочитала, что в общем-то она свободна. Но есть такие картинки, которые стоят денег. То ни в коем случае в своих проектах лучше такие картинки не использовать. Иначе автор может предъявить свои претензии. И потребовать заплатить за использование его изображения. Особенно если вдруг ты начнешь что-то использовать, пытаться в коммерческих целях. То есть тоже перепродавать. Но скорее всего ты это будешь делать немного позже. И не с помощью Scratch, а с помощью каких-то других инструментов, я думаю. Вот я уже пока тебе рассказывала об авторских правах. Практически сделала спрайт. Подправила, почистила. Но здесь я уже не буду точно подтирать. Потому что на белом фоне у нас ничего такого не видно. Вот если мы сделаем фон какой-то другой. Например, вот у нас есть небо. Почему бы и нет. То смотри, что получается. Вот так некрасиво. То есть нам придется все-таки подтирать аккуратно. Аккуратно, чтобы контур даже возможно увеличивать. Потому что не всегда видно. Ровно вот к контуру. Смотри, ты уже видишь как меняется спрайт на сцене. Я не смотрю на сцену, потому что стараюсь все аккуратно подтереть. Но уже меньше белых таких пятен на контуре. Я не буду тратить сейчас время и твое, и свое. Мы приступим к реализации нашего проекта. И сделаем это для удобства на белом фоне. То есть этот вот второй фон я уберу. И понятно, что нам не нужен такой большой самолет. Мы его просто уменьшаем. Вот я думаю, вполне достаточно. А код нам тоже не нужен. Ну и вот ты заметил, наверное, что теряются некоторые очертания. Возможно, надо немножко увеличить. Но можно здесь еще изменить размеры, или сделать какие-то линии толще. Или, возможно, если ты очень хорошо сам рисуешь, то можно рисовать значительно более красивый самолет. Наша же задача сделать, написать скрипт. Давай так и сделаем. Для начала нам нужно сделать так, чтобы наш самолет начал летать. Для этого мы делаем цикл всегда. И почти точно так же, как мы это делали с первых проектов, мы сделаем так, чтобы он у нас шел 10 шагов, как ни странно. Если он оказывается на краю, чтобы отталкивался, мы, пожалуй, все. Нажимаем на флажок. Вот наш самолет летает. Правда, он переворачивается. Но здесь, к сожалению, ничего не поделаешь. Для того, чтобы он более интересно перемещался, мы можем сразу его немножко повернуть. Изменить его направление. Либо вот здесь сделать вначале. Повернуться на 15 градусов. И вот он у нас в различных направлениях летает. Не очень все-таки удачная картинка, потому что нам нужно, чтобы он поворачивался, но при этом не перекидывался. Если мы сделаем вот так, то он еще менее естественно летает. То есть нам нужно все-таки оставить стиль вращения вокруг. Ну, ты сможешь еще раз повторю нарисовать свою картинку. Мне важно тебе показать, как реализовать вот это вот интересное рисование. Теперь мы сделаем так же, как в демонстрационном проекте, когда клавиша стрелка вверх нажата и клавиша стрелка вниз нажата. Если клавиша стрелка вверх нажата, то мы будем использовать команду повернуть. На 15 градусов можно так и оставить. Что такое градусы, разберемся в следующей части урока, если ты не знаешь. Ну, а стрелка вниз мы будем поворачивать просто в другую сторону, на это же количество градусов. Давай проверим. Итак, я запустила. Теперь нажимаю на клавишу вверх и вниз. И вот он начинает поворачивать. И наверняка ты успел заметить, что он перемещается уж слишком быстро. Хотя самолеты, конечно, летают быстро, но наша игра не требует таких быстрых движений. Поэтому мы сделаем не 10 шагов идти, а достаточно 3. Вот он помедленнее перемещается. За счет того, что все-таки картинка не самая удачная. Некоторые движения оказываются просто опасными, если бы это происходило в реальной жизни. Но у нас мир виртуальный, и здесь ничего опасного не происходит. Теперь осталось нам реализовать нажатие на клавишу пробел, для того, чтобы наш самолет либо начинал рисовать, либо переставал рисовать. И еще нажатие на клавишу С, английское от слова clear, стереть, очистить, мы будем очищать. Ну и в начале тоже, потому что если мы этого не сделаем, здесь, если мы будем повторять несколько раз в выполнении, будет что-то нарисовано. Так, мы это сделали, очистить мы сделали, но нам нужно опускать и поднимать перо. Для этого нам нужно сделать то, что в программировании называют переключатель или триггер. Это у нас будет сделано с помощью специальной переменной. Ну давай его так и назовем перо. Мы будем перо опускать или поднимать. Эта переменная будет принимать два значения. В начале у нас перо поднято, не опущено, самолет ничего не рисует, поэтому мы зададим значение 0. Когда мы будем нажимать на клавишу пробел, у нас перо будет опускаться, и значение этой переменной будет меняться на значение 1. И когда у нас будет единица, мы рисуем. Если будет еще раз нажата клавиша пробел, то нам нужно будет изменить это значение на значение 0 и перестать рисовать. Пока я рассказала это на словах, возможно абстрактно не очень это понятно, но я решила не рисовать тебе блок схемы, а сразу сделать скрипт. Мне кажется, что все тебе будет теперь понятно. Когда клавиша пробел нажата, мы используем конструкцию если то иначе и проверяем, если переменная перо равна 0, то есть у нас перо поднято, фактически мы таким образом проверяем, поднято ли перо. У нас нет такой команды, если перо поднято, поэтому мы вынуждены использовать специальную переменную. То есть если перо поднято, нам его необходимо опустить и обязательно задать значение перо, переменной перо 1. То есть у нас перо поднято и значение переменной единица. А иначе нам необходимо перо поднять. И опять же, если у нас не 0, и мы подняли перо, нам нужно изменить значение переменной перо, то есть сделать его равным 0. Ну давай проверим, как все работает, а ты следи за значением переменных перо. Это наш переключатель, наш триггер. Это такой программистский ход. Очень часто он во многих проектах используется серьезно. И постарайся сейчас эту логику понять, и потом ты сможешь писать очень классные, серьезные программы и проекты. Ну что, запускаем. Вот наш самолет летает, мы можем его направлять. Я нажимаю пробел. Мы можем рисовать почти так же, как в демонстрационном проекте пилот-художник, но здесь движение пока, к сожалению, у меня не очень хорошо выглядит. Опять же, это все связано с тем, что не совсем удачная картинка. Нажимаю на пробел. Посмотри, значение переменной перо равно 1. Сейчас нажму пробел. Значение переменной перо 0. И наш самолет, наш пилот ничего не рисует. Вот так просто можно все реализовать. Ну и что? Нужно еще проверить нажатие на клавишу С, чтобы стереть. Да, все мы стерли. Сейчас можем заново начинать рисовать. Вот, все замечательно. Ну и еще, для того, чтобы все-таки было более естественным, все-таки это пилот-художник, как бы самолет рисует. Давай сделаем так, чтобы, как будто бы он оставляет след от хвоста. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо изменить центр спрайта. И здесь придется уменьшить это изображение. Давай его вот так вот инструментом выделения, вот он называется, выбрать. Уменьшим. Я все полностью еще раз, давай, выберу этот инструмент. Обвожу эту картинку. И за маркер уменьшаю. Вот так я сделаю его поменьше. Сейчас, я надеюсь, он хоть и подтормаживает, но изменит все. Что-то не получилось. А, вот, все получилось. Иногда бывает, что что-то не получается, не страшно. И теперь, что нам нужно сделать, как я уже сказала. Ну, вот здесь он уже у нас слишком маленький стал. Давай немножко увеличим. И поставим центр спрайта где-то в районе хвоста самолета. Вот так. Ну, и возможно, возможно, нам это поможет. Он здесь немножко вот так вот повернут. Мы его сделаем ровно, горизонтально. Вот так. И, учитывая особую физику самого скретч, нам необходимо, чтобы спрайт смотрел не справа налево, а слева направо. Давай мы его еще раз выделим. И используем команду отразить слева направо. Нам нужно, чтобы нос самолета был здесь, справа. Вот так. И еще раз изменим центр спрайта. Вот так. Сейчас движение должно стать более естественным. Давай проверим. Так, вот из-под хвоста выходит у нас след. Нажимаю на стрелочки. И правда, как будто бы вслед за самолетом, даже действительно движение более естественное, потому что мы его повернули в правильном направлении для системы программирования скретч. Вот наш самолет вполне справляется. Наш пилот, точнее, который в этом самолете справляется с задачей. Рисует такие вот фигуры. Я нажала только что на пробел. Так, еще раз. Вот нажала на пробел. И мы перестали рисовать. Сможем его, опять же, управлять. Ну и теперь я предлагаю тебе реализовать этот проект. Я открою скрипты, чтобы ты мог подсматривать. Подставь видео на паузу. И реализуй проект «Пилот-художник». Не забудь его сохранить. И сделать гимнастику. Ну вот, еще переменную перу, наверное, нам нужно убрать. Она здесь не нужна на сцене. Для того, чтобы действительно была игра. До встречи в следующей части урока.